Это вести мы продолжаем сейчас в США. Бешеный пес и мормон русофоб. Русофоб, вот кто может занять ключевые посты в администрации Дональда Трампа. В выходные его поместье в Нью-Гэпшире, можно сказать, превратилось в неофициальную резиденцию Белого дома. Вереница машин, десятки претендентов. Все напоминает телешоу Трампа «Кандидат». Только на этот раз все реально. Каждый из гостей претендует на важную должность. Ну и кандидатов как раз изучила моя коллега Анастасия Долгова. Она присоединяется к нам в студию. Ась, приветствую. Так что это за бешеный пес и мормон русофоб? Мария, доброе утро. Ну, бешеный пес – это, вероятно, будущий глава Пентагона. А мормон русофоб – это, возможно, будущий госсекретарь США. Американские горки в действии. Крутые повороты, неожиданные решения. Именно так американские СМИ описывают то, как Дональд Трамп подбирает команду. Его гольк в клуб в Нью-Джерси не только снаружи. Почти точная копия Белого дома. Не хватает лишь одной колонны, но и внутри. Ежедневно десятки встреч с теми, кто хочет войти в его администрацию. Большинство кандидатов общественности известно, но их комбинация вызывает много вопросов. Либо Трамп решил совместить несовместимое, либо пошел по пути Макеавелли – разделяй и властвуй. Мне немного, но он выберет то, которое окажется ему ближе. Главная загадка – кто станет следующим госсекретарем? Претендентов девять, но первый в списке Митромни. Он, кстати, громче всех критиковал Трампа во время предвыборной гонки, но, видно, позиции меняются. На крыльце загородного дома Трампа лишь улыбки, рукопожатие. Всего полгода назад эту картину было сложно представить. Вот что я знаю. Дональд Трамп – трепо и мошенник. Его обещания настолько же бесполезны, как и диплом его университета. Он держит американскую публику за идиотов. Митромни выступил с достаточно длинной речью обо мне. Это совершенно не важно, но я все равно прокомментирую. Мит – провалившийся кандидат. Он позорно провалился. Это была гонка, которую надо было выигрывать. Он умолял меня поддержать его. Я мог сказать ему – упади на колени, и он упал бы на колени. Видно, обиды остались в прошлом. По итогам Трамп поднял большой палец вверх и заявил – все прошло отлично. Встреча длилась больше часа. Обсуждали мировые вызовы и национальные интересы США. У нас была содержательная беседа о тех регионах, где у США есть свои интересы. Мы обсудили значимые проблемы. Я благодарен избранному президенту за эту возможность. Еще одно назначение может стать сенсацией. На пост главы Пентагона претендует отставной генерал Джеймс Мэттис. В прессе он больше известен как «бешеный пес». Он – бывший глава Центрального командования Вооруженных сил США. Руководил операцией на Ближнем Востоке. И вот лишь несколько цитат, которыми он запомнился. Вы можете быть вежливыми, профессиональными, но у вас всегда должен быть план, как убить любого на вашем пути. Вы приезжаете в Афганистан и видите парней, которые бьют своих женщин за то, что те не хотят носить эти вуали. Вы знаете, это не люди вообще. Поэтому чертовски весело убивать этих отморозков. Правда весело обстреливать их. Буду честен с вами. Я прошу вас, не вставайте у нас на пути, потому что иначе выжившие будут писать о том, что мы здесь сделали ближайшие 10 тысяч лет. После встречи Трамп назвал Мэйтиса потрясающим, замечательным человеком, крепким парнем. Место пресс-секретаря Белого дома вместо привычного Джоши Эрнеста может занять радиоведущая Лора Ингрэм. Одна из главных акул американского шоу-бизнеса. Готовила Трампа к дебатам, активно давала советы. Кстати, для республиканцев она культовая фигура. Бывший спичрайтер Рональда Рейгана сама причисляет себя крайним консерватором. А вот министром финансов может стать бывший сторонник Хилари Клинтон, инвестор Джонатан Грей. Ее компанию он вложил миллионы. Что касается министра торговли, президент один, миллиардер Уилбер Рос. Тенденция налицо. Независимые бизнесмены или опальные госслужащие. И каждый из них боится услышать коронную фразу Трампа. Вы уволены. Президент Обама, вы вывозили. Издание Вашингтон-Пост в статье под громким названием «Трамп. Первый независимый президент» и вовсе предупреждает. Принесбрежительное отношение к элитам, которые сейчас демонстрирует Трамп, может обернуться для него бедой. Журналисты прогнозируют, если республиканцы и демократы объединятся против избранного президента, дело может дойти до импичмента, при том до конца первого срока. Мария, ну ждать осталось немного. Сегодня-завтра узнаем остальных назначенцев и посмотрим, чем закончится все. Да, но, судя по всему, Трамп продолжает эмпатировать публику. Спасибо большое. Это была моя коллега Анастасия Долгова, которая рассказала о том, кто может войти в администрацию Трампа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова